здравствуй дружи был с вами а вы заглянули в уголок moto nexus у меня в руках вот такой вот простецкий ключ который содержит себе такой восторг и радость потому что сегодня у нас на обзоре фэдбой 1995 года ну что я вам имею сказать господа 1995 год как говорится да трава была зельнее солнце было яче сейчас нам светит как раз далеко не жаркое мартовское солнце которое местами пропадает за тучами но я не мог упустить возможность снять этот чудесный охуительный железный мотоцикл господа на самом деле железные вот это самый последний год самых железных карлеев которые выпускались до 99 года это был evolution мотор он был полностью железный у него было механический распределитель то есть только с твин камов который в конце 99 99 переходный пошел уже электроника все дела там уже весь мотор начали осовременивать но тогда это еще был вот этот вот кандовый настоящий железный хорлей здесь нету никакой электрики здесь все по минимуму здесь просто чисто сталь и резина все больше ничего вам знать не надо какая вообще история у фэтбоев вообще фэтбой но кто смотрит арнольda шварценеггер кто знаком с его творчеством я думаю все прекрасно знаете вот эти вот три полоски вот этот щиток сразу футбой можно определить по этому щитку по этим трем полосам вот спереди если за за вами едет карлей вот именно по этому щитку по этим полоскам вы можете сразу определить едет чувак типа арнольда шварценеггер Потому что именно Эрнольд Шарснеггер в Терминаторе втором ездил на Фэтбое Ну еще, по-моему, в каких-то фильмах, я уже не помню Вообще, Фэтбой очень часто светился в кинематографе Это прям вот канонический киношный мотоцикл, который много где светился При этом, при всем, он простой, просто, сука, как угол дома, блядь Он элементарный, как туалетная бумага Его можно, блядь, на селе отверткой починить, реально Конкретно вот этот мотор, в его оригинале, вот человек, когда покупал Он купил его аукционом с пробегом 240 тысяч миль, сука, 240 тысяч миль Да, на 240 тысячах миль он сдох То есть сдохло все Коленвал, поршневая, все сдохло Человеку пришлось заменить все Но, блядь, 240 тысяч миль, это пиздец Я не знаю, ну, я мало знаю японцев, если честно, кто может реально пощеголять таким пробегом Но это серьезно достойно уважения А это железный кондовый Харлей 95-го года, сука, мне было 10 лет, блядь, когда он вышел Я как вспомню сейчас, что бы со мной случилось, если бы я в 10-летнем возрасте увидел у нас на совке вот такое вот Это было бы, наверное, просто... Как нахуй? Хотя, нет, это уже был не совок, это уже Россия была, да Тем не менее, таких мотоциклов не было еще вообще В принципе, тогда только начали появляться какие-то японцы История Харлеи хотели создать простой, ну, такой переходный мотоцикл между турингами и дайнами Что-то такое между посередине, чтобы и на дальнях можно было более-менее нормально ездить И чтобы в городе быть, ну, чувствовать себя комфортно для европейского рынка Потому что европейцам было тяжело ездить на больших турингах, на роудкингах, на роудглайдах, на электричках Это все история про дальняки В городе тяжеловато И американцы сделали вот такой ход конем По сути, схема софтейловская Вообще, у фэтбоя самая низкая посадка по седлу вообще из всей линейки Я вам сейчас покажу Я просто сижу, у меня, блядь, ноги стоят на земле И при этом они в коленях согнуты так, как будто я еду на каком-нибудь... Как на рояле, наверное Примерно такая же посадка на рояле, только там чуть-чуть вперед, вот так вот, да То есть самым низким чувакам и девчонкам вот это вот прям вкатит Прям вообще заебись При том, что здесь седло, кстати, мустанговское стоит И я не знаю, что это за седло Потому что сколько я ездил на мустанговских седлах Они все какие-то дубовые, жесткие Они охуенные, красивые, качественные, но жесткие А это прям такое мягонькое-мягонькое Прям так по кайфу Я сейчас прокатился, блин, вообще ништяк Но, когда у нас умирает мотор, что надо сделать? Конечно, надо... Ну, просто так, ставить стоковые запчасти Ну, нахуй-то надо, да? Надо что-то какой-то тюнинг делать Ну и вот, чувак заморочился Поставил коленвал с большим ходом Это какой коленвал? СНДСовский? СНДСовский коленвал Два косаря баксов, сука! Два косаря баксов, блядь! За гребаный коленвал! Поршневая ковка с увеличенной степенью сжатия Короче, цилиндр, соответственно, восстановил Там, потому что у прошлого коленвала, короче, вылетело кольцо стопорное Разбарабабило весь мотор Короче, чувак к нему вкинул хуеву гору денег Стоимости, наверное, почти как этот мотоцикл и был, собственно, и куплен изначально И теперь тут, по сути, новый двигатель С увеличенным объемом, увеличенной степенью сжатия И он реально валит Я ездил на старых дайнах Он ездит быстрее, чем старая дайна При том, что он тяжелее и больше Я все никак не могу, блядь, рассказать историю Вот, в начале 90-х, в 89-м году была создана концепция фэтбоя С этой концепцией в компании Харльд Эйдсон переспали там годик И в 90-м году вышла первая версия фэтбоя Это, по сути, она и есть В 99-м году был большой-большой, ну, как, относительно большой рестайлинг Тогда поставили твинкамовский мотор новый Уже там больше электрики, иммобилайзеры, все дела А здесь из иммобилайзеров, вот, смотрите Показываю Видали, блядь? Иммобилайзер Как это работает? Хуяк Вот так вот Оп Все Не работает Потом вот так вот Оп, обратно Все Не-не-не, ты сюда снимай Видите, включается нейтралка Это значит, включено зажигание То есть, вы можете И очень часто, кстати, такое бывало Люди забывали То есть, вам, чтобы У вас ключи всегда с собой При этом вы можете спокойно забыть Выключить замок обратный У вас, по сути, мотоцикл, там, ну, где вы, в магазин там отошли Или где Он у вас всегда онлайн Его можно всегда запустить Где у тебя блокиратор? Вот, это проушин под навесной замок То есть, обычно, ну, как на японцев На японцах или тот же Или отдельный ключик с маленьким таким замочком на рулевой колонке Который втыкает шпенек Чтобы руль заблокировать Здесь, вот, просто нахуй Таскайте с собой навесной замок, блядь Хуяк накинули И все И вот тут, наверное, лежит, да? Нет? Я так представляю Короче, если у вас во дворе есть чувак, который ездит на старом Харлее Можете подойти вот так вот Оп Проверить Работает или нет Потому что Сто процентов когда-нибудь он точно забудет выключить зажигание Здесь два бензобака Если взять старые Харлеи Ну, совсем там Шовлхеды какие-нибудь У него был бак разделен на два Я снимаю Я руководствовался, смотри, элементарными человеческими понятиями Какими? Ну, например, бить морду человеку за то, что он снял юмористический ролик При том, что он согласился его удалить и извиниться Это по-свински согласись Ну, вот окей Вот теперь тебе вопрос как к оригинальному холсу Да Ты считаешь, что они правильно поступили? В моем понимании Отпиздили Этот человек попал в больницу Вот это отпиздили Слушай, ну, ему же сказали за два дня до этого Убери ролик Он удалил его Он удалил А ты зачем он его вообще делал? Я сказал, что поступать вот так Это поступать точно так же, как в 90-х Когда, блять, собираются стрелка на стрелку И друг друга стреляете Это пиздец, я считаю Я за мир Со всеми Ладно На чем мы остановились вообще? Я уже не помню, на чем я остановился Короче СНДС Все дела Холостые 20 И нормально Во! Вот это нормальные холостые обороты Горбола Настоящего короля Вот за эти звуки мы и полюбили Все Больше нечего про него рассказывать Запчасти Понятно, что да Весь крепеж дюймовый Запчасти вы будете заказывать со штатов Это все долго ждать Но они стоят Если брать все не тюнинг, а сток Оно стоит достаточно вменяемых денег Большинство вещей дешевле, чем у японцев стоит Все, в принципе, всегда есть Все можете купить, заказать без проблем По надежности Этот мотор 8 из 10 по надежности У него есть проблемы У него есть кое-какой геморрой Конкретно у этого уже ломался Что бегунка, контактора Поршневая, ну, блядь, мотор Прошел 240 тысяч миль Но я считаю, что под это время Уже как бы все должно сдохнуть постепенно Блин, ну вот мотоцикл Вот так вот со стороны смотришь, сука Он Я бы не сказал, что он какой-то старый Он, блядь, выглядит охуенно Мощно, мускулисто Люблю софтейлы Короче, поехали кататься Что я могу сказать? Блядь, заебись Сейчас проверим Блядь, вот на новом максималочку ехать Пиздата А за это, может, прям, блядь, сука, декомфортно Рулись он как большой железный кондовый мотоцикл При этом он гораздо комфортнее перекладывается То есть По сравнению с Роуд Кингом Он прям гладенько туда-сюда Не хватает углов поворота Потому что реально, когда закладываешь, сука, постоянно подножками чиркаешь Посадка реально очень низкая И очень удобная Вот седуха Прям вот то, что надо Но когда едешь выше 120 где-то Уже реально тяжеловато Уже реально тяжеловато бороться с ветром Я не знаю, что они сделали в новом колее Но в новом футбое Как-то вот даже на скорости 150-160 Как-то комфортно борешься с ветром И как бы, ну, блядь, ветер И ветер как бы не сильно тебя сдувает А здесь прямо, сука Аж со всей дури просто держишься за руль Чтоб нахуй не улететь с него Тут аж, ну, ветер очень сильный От ветра очень сильный дискомфорт И ехать выше, ну, не знаю 70 миль в час Это сколько у нас? 110 Ну, реально тяжеловато Тяжеловато Вот крейсерская 60 Вот прям нормально Прямо ветер как раз тебя хуячит Не так сильно, чтобы пришлось тебе держаться за руль Тяга появляется на оборотах выше среднего То есть на маленьких оборотах реально тяги маловато Ну, это опять же сравнение, допустим, с Винкамами С тем же самыми или Милоковскими моторами Ну, реально тяги маловато Очень импонирует, конечно Огромное обилие хрома Спереди едешь и смотришь на себя вот в эту фару Как в зеркало С такими вот рогами большими руля Я не знаю, видно вам или нет Картинка потрясающая Не знаю, как будет высоким чувакам и чурихам на нем Но вот владелец далеко не такой пиздюк, как я 175 сантиметров Он говорит, ему комфортно Есть своя специфика вождения карбюраторных мотоциклов Сейчас уже это воспринимается немножко с улыбкой Карбюраторный мотоцикл, блядь Харлей тем более Да давно все привыкли к инжекторам Ну, я не знаю Мне как карбюраторный Харлей гораздо больше импонирует, чем инжектор Можно сделать вот такие вот маленькие холостые Когда так бук-бук-бук-бук-бук Еле-еле такие вот На грани-на грани Для того, чтобы он заглох Но все еще работает Прямо то, что надо В инжекторе такого не сделаешь Можно сделать, но это будет неправильно для инжектора При этом карбюратор очень простой Ну, когда ты более-менее разбираешься вообще Как работает карбюратор Ты его сам можешь настроить без проблем Да, вот этот вот королевский карб, конечно На высоких оборотах он только раскрывается Вот этот королевский карб славится своей проблематичной настройкой Он можно крутить, вертеть, пинать, ломать И он не будет правильно работать Но вы это можете делать В то время как с инжектором вы нихрена не сделаете Если у вас что-то где-то сломается Или что-то выйдет из строя Все, пизда, мотоц встал Дождите запчасти И ничего больше не сделают Блин, вот гребаная коробка Не знаю почему На конкретно этом корлее Как-то прям тяжеловато искать нейтралку Не знаю, с чем это связано Я ездил на Роуд Кинге на старом И там вообще без проблем ищется нейтралка А тут прям как-то Тяжеловато А тут прям как-то Чуть башка нахуй не оторвалась Субтитры сделал DimaTorzok Подводя итог, господа Во-первых Если вы хотите узнать Сколько примерно такие мотоциклы стоят Вы можете перейти по ссылочке в описании К нашим партнерам Из ProJapan Там вы можете найти подборку Курторлеем С доставкой Без пробега по РФ То есть они занимаются Непосредственно доставкой с Японии Со штатов ездить сейчас дороговато Ну, чуть-чуть дороже, чем с Японии В принципе, вот такой Харлей Вот владелец купил 3 года назад За 400 Вот с таким дичайшим пробегом Почему я всегда говорил Что самый дешевый Харлей Это новый Харлей А старые Харлеи Они всегда будут в цене Они всегда будут цениться И прям ощущаешь, как потом Двигает своими поршнями Какой-то металл туда-сюда ходит Никакой этой бусульманской электроники Ничего нету Кому бы я порекомендовал Старого World King А всем Всем, кто хочет круизер Всем, кто хочет городской круизер Всем, кто хочет тулинг Это универсальный инструмент Универсальный инструмент Как раз для того, чтобы понять Что тебе больше нравится Туринг Либо что-нибудь дайнообразное Или что-то типа того Короче, вот так вот Выбирая между World King И Фортбоем, конечно, беру World King Я вот сейчас тоже рассматриваю Либо найти денег Хочу World King прям пиздец Саш, сука, шишка дымит Но Вот этот вариант Фортбой Он полегче Он покомпактнее Он поманевреннее Вот этот старый на Revolution Он, конечно, огромный все равно По сравнению с новым Фортбоем Новый Фортбой вообще такой компактный Сбитый, кажется А этот все-таки такой прям Большой железный мастодон На На механическом зажигании, сука Это пиздец Здесь все механическое Блин, тормозов, конечно, в футболе не хватает Почему мне World King больше нравится? Потому что, во-первых, у него тормоза лучше Но хоть и больше сам по себе и тяжелее Но тормоза у него гораздо эффективнее работают И симметричный он Мегамото Огромный выбор техники в наличии Два огромных салона в Москве и Питере Тебе бы лучше, блять, пройти бы по ссылочке в описании И купить себе охуенный мотак Я думаю, здесь мы и закончим свой обзор Аж прям заебись Сука, каждый раз, когда я катаюсь на старых Харлеях Мне хочется купить старый Харлей Новичкам я бы не посоветовал Потому что он тяжеловат Новичкам я бы посоветовал все-таки что-то типа спортерообразное Либо, ну, на самом деле, дайну Есть дайна в туринговом исполнении С кофрами, со всеми делами Тоже что-то такое Конкретно Фэтбой Это тоже универсальный инструмент Но чуть потяжелее Чуть побольше Чуть по Мясистее, скажем так Ну, грубо говоря, на вкус и цвет Че уж говорить Ну вот и все Если вам это было интересно Не забывайте Ставить лайки И подписываться на наш канал Если вы еще этого не сделали Ну а с вами был Болт Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok